Альтернативная история знаменитого сериала на театральной сцене. В эти выходные в Киров приехали актеры теленовеллы «Сладкая жизнь». Это немного другая история об отношениях супругов, о том, почему мужья заводят любовницы, куда уходит любовь после брака. В театральной версии «Сладкая жизнь» играет почти весь основной актерский состав телеверсии. Все подробности в материале Юлии Косолаповой. Кировские поклонники действительно долго этого ждали. Знаменитый сериал «Сладкая жизнь» вышел из голубых экранов и перешел на сцену театральную. Киров стал крайним городом-гастрольным туре артистов. Последние несколько месяцев артисты только и делают, что колесят по стране. Последними альтернативную версию сериала видели на Урале и в Приволжье. Посмотреть спектакль могут не все, а только те, кто старше 18-ти. На сцене обсуждают взрослые темы – любовь, страсть и трудности взаимоотношений. Актеры на сцене не стесняются в выражениях. Давай порядочью. Что? В спектакле занят не весь состав главных героев. Киров приехал любимец публики Роман Маякин, который в сериале исполнял роль Вадима. Его жена Наташа и любовница Лера. Есть и четвертый персонаж, который был введен специально для театральной версии. Пьесу «Сладкая жизнь. Перемотка» написал один из сценаристов киносериала Петр Внуков. Режиссером постановки стал Василий Бархатов, один из самых модных на сегодняшний день театральных режиссеров. Во-первых, мы хотели, чтобы эта история была актуальной для тех, кто смотрел наш сериал «Сладкая жизнь» и для тех, кто его не смотрел. Это интересная история для семейных пар. Мы будем разбирать какие-то вопросы, те, которые, как правило, люди в жизни о них не разговаривают. Или сложно им об этом разговаривать. Мы старались максимально открыто, максимально откровенно. Для спектакля специально привезли декорации «Трансформер». Со стороны зрителя это простая белая стена. На самом деле в нее встроены стулья, кресла, шкаф. Всего больше десяти двигающихся элементов. Спектакль сопровождался спецэффектами и видео из сериала. Ребята, можно я пойду отсюда? Мне как бы не очень все это, слушайте. Это, ***, всегда было здесь? Шкаф. Роль Вадика в сериале «Сладкая жизнь» позволила актеру Роману Маякину проснуться знаменитым. Появилось много поклонников, в социальных сетях количество подписчиков превысило несколько миллионов. Неожиданной популярности актер рад и не обижается на то, что многие не знают его настоящего имени. Да, ну не то, что смирился, нет. Но я же понимаю прекрасно, что мы в любом случае смотрим на какого-то артиста и сразу вспоминаем картину, по которой вы его помните. Понятно, что у тебя уже, ты им относишься именно как к персонажу, а не как к человеку. Как правило, все артисты, ну многих, которые я знаю, это абсолютно противоположность своих героев. Очень часто такое бывает. Поэтому это нормально, это что, обижаться на это? Нет. Меня не должны как именно, как Рома Маякина вся страна знать. После спектакля уезжать в Москву артисты не торопились. Известная троица отправилась покорять ночные кировские клубы. Но как позже, они написали в инстаграме, в клуб их не пустили, а в аэропорту не накормили. Одним словом, сладкую жизнь в Кирове им не устроили. Юлия Косолапова, Никита Рябинков, информационный канал, Город.